много уже состоялось различных эфиров и предположений о гибели группы дятлова но я хочу поднять эту тему в новом ключе просто сегодня появилась такая новая информация которая заставляет по-иному взглянуть на старую уже проблему во-первых напомню что тема дятловцев она появилась в начале 60-х годов якобы какая-то группа из каких-то студентов якобы пошла куда-то в горы среднего урала и там на одной из опушек с ними случилась какая-то беда в результате которой они замерзли погибли и вот эта вся гибель их отражена и окружена какими-то странными моментами ну во первых они голые почему-то почти голые в только нижнем белье практически выбежали на мороз из своих палаток во вторых бежали они куда-то странно цвет их кожи был какой-то странный много странностей до сих пор это дело якобы секретная по нему сделано очень много эфиров и на первом канале и на всех остальных каналах я уже делал свои предположения и вот давайте я свое предположение еще раз озвучу и разовью его далее мое предположение такое во первых студенты эти являлись кадровыми диверсантами это уже прозвучало кадровыми диверсантами то есть это людьми которые умеют вскрывать секретные объекты и проникать на их территорию это совершенно специфические люди они не силовые они как говорится хитрозады так вот когда они туда пошли у них естественно у всех была военная выучка они все естественно находились на службе в кгб или что там в то время существовало естественно также они шли и под прикрытием кгб на самом деле первым и главным их заданием было то чтобы проникнуть в обнаруженные ранее за пару лет до этого проникнуть в подземный ход портал который был обнаружен и который ввел куда-то туда в глубину дело в том что в те годы сразу после великой отечественной войны это направление то есть по хребту урала и далее туда на северный полюс она считалась главным стратегическим направлением для исследования земли все помнят полет через новую землю до канады до ванкувера нашего советского самолета который совершил первый и единственный с той поры и вообще за всю историю транс северополярный транс северополюсный полет это нужно было для того чтобы наконец-то поставить точку существует северный полюс или не существует и несмотря на то что впервые северный полюс наконец-то открыли то есть высадились на него достоверно высадились на него сорок первом году в результате чего по последствиям чего была прекращена наступательная операция вермахта на нашу с вами родину я об этом уже писал и говорил несмотря на это все равно еще экспедиции как бы требовались и добивали эту тему дело в том что средневековые источники всегда утверждали что там на северном урале с запада от хребта то есть туда ближе к печоре на восточном берегу реки печора находился идол златы бабы злата баба это май златогорка это отражение созвездия дева и то что сегодня приписывают этот памятник каким-то монголоидным местным племенам это ложь это очередная ложь когда пришедших на нашу территорию китайцев назвавшихся различными манси или якутами вдруг приписывают коренным жителям наших территорий такого не было никогда достаточно посмотреть большую советскую энциклопедию вы все прекрасно увидите что все эти племена пришли из китая в конце 18 в 19 веке по советским еще данным это сегодня только толерантность запутал нам мозги таким образом что везде пятитысячные и восьмитысячные истории только русский народ куда-то постепенно исчезает с этих территорий это все война роботов я вам скажу так это простыми словами но так вот в те годы в пятидесятые годы шло освоение южного полюса шли попытки достичь южного полюса чтобы закрыть вообще эту тему и эта тема была вроде как официально закрыта то есть кто-то посчитал что чьи-то исследователи достигли точки южного полюса и закрыли этот вопрос и по результатам этого вопроса пятьдесят третьем году состоялись различные мероприятия по новому обустройству мира то есть когда старый мир был свой концептуально отброшен из 1953 года такие пошли глобальные подвижки как например оон различные международные пакты не деление той же самой антарктиды и всевозможные другие вещи почему я и всегда называю этот год годом окончания распечатки то есть как бы весь остальной мир к пятьдесят третьему году был исследован включая оба полюса северный и южный добивочки еще раз повторюсь они остались так вот это баба золотая баба злато баба как ее показывают на всех различных картах средневековых но будем считать что они средневековые она стояла как раз там между печорой и западными отрогами северного урала и за этим идолом а этот идол он как бы считалось хранил вход в какой-то такой мир который считался раем то есть вот то что сегодня библии называют раем тогда это называлось ну как-то по-другому азия асгард может быть еще как-то шам было некоторые называли немцы называли швабия еще как-то то есть какая-то земля которая являлась по мнению различных эзотериков именно каким-то вариантом того самого райского места и вход всегда в райское место сторожил золотой воин золотой воин который маркировал именно тот самый портал через который можно было только туда попасть то время как раз чуть позже писали и о земле санникова который как раз находилась через эти врата туда к северу ну и так далее и мое предположение здесь такое что на среднем урале находился подземный проход именно туда вот к этой бабе и дальше туда на север и группе дятлова предстояло проникнуть в этот портал на среднем урале пройти туда в глубину насколько они смогут и своим таким коротким внедрением и боем разнюхать ситуацию там и потом доложить ее наверх эти все вещи были обычными именно для той поры для 60-х годов для начала 60-х годов для конца 50-х поэтому и клички все были такие у людей дятлов дятлов почему у него такая была кличка это я уверен что это не фамилия потому что главный миф о котором я вам всегда рассказывал и рассказываю он предполагает что на новую землю в новую землю всегда может проникнуть только уточка первое и единственное помимо нее проникнуть никто не может так вот когда открывали америку как новую землю новый свет и и до сих пор ведь называют новым светом туда проник не америка виспучи которым якобы назвали эту америку а колумб который по латыни означает голубь но в библии идет голубиная тема на руси всегда это был либо лебедь либо еще кто-то вот из таких птиц допустим гуси-лебеди в сказках используются туда на северо-запад бывало использовали гагар как юрий гагарин и других водоплавающих птиц на юг допустим в район болгарии и его округи использовали всегда птицу под названием кулик отсюда пошли куликово поле и тому подобное а в районах перми и урала всегда использовали птицу дятел такая уж она специфика этих территорий и там как раз много различных мифов местных и сказок которые указывают на первоочередность такой птицы именно в виде дятла так вот поэтому и был дятлов назван дятловым потому что он синхронно с гагарином гагарин открывал вход в космос а дятлов открывал вход в подземелье на ту сторону земли проход на северный полюс под горами и как я уже говорил около этого портала среднем урале стоит особенная охрана потому что под землю шляться всем кому ни попадя нельзя естественно в этой группе дятловцев была большая доля роботов и охрана восприняла их как обычное оружие механизмы ну и с таким же успехом как с механизмами она и разделалась с ними поэтому такая проблема и случилось возможно это и ожидали потому что в последующие времена как вот недавно например путин хотел там же примерно вот к северу от новой земли и западу от нее он хотел также найти этот самый портал на подводные лодки и подводную лодку тоже та самая охрана восприняла как механизм и сработала против нее то есть не человек идет туда как в сказках а механизм а механизм охрана не пускает напомню вам в русских народных сказках под землю ходил всегда велес герой или просто его христиане называют иван и вот он подходил камню отваливал его и в тот проход который там образовался он проходил сам том в чем он был он не брал с собой никаких механизмов а наши исследователи которые хотят зайти во внутреннюю часть земли как тот самый герой русских сказок но при этом не хотят почему-то зайти на легкие обязательно с собой тащат либо какое-то снаряжение либо какие-то различные подводные аппараты не хватает возможности организма человека поэтому они посылают иногда роботов и самое главное что эти роботы пройти в любом случае не смогут потому что там там условия существования совершенно другие кому интересно будет почитать и сказки там все описано прямым текстом еще раз напоминаю что русские волшебные сказки это достоверные описание путешествий велеса богатыря велеса он не бог а богатырь они все время снабжались именно этим сопровождением что это достоверные записки о достоверных путешествиях это не сказки в нашем понимании сказками в прежние века назывались натуральные государственные акты исторические государственные акты подземный ход который со среднего урала ведет туда на север он как раз выныривает на новой земле и на новой земле там существовала и существует определенной цивилизации в наше время не знаю насколько она мощная но на некоторых географических картах показаны времена когда там существовали огромные дамбы много-много соткилометровые которые отделяли определенные бухты от внешних морей видимо для того чтобы там сохранять свои какие-то суда и очень много на некоторых картах размещено различных поселений которые сегодня на новой земле наверное не существует есть также сегодняшние свидетельства то есть свидетельство нашего времени что на новой земле до сих пор проживают те самые песеглавцы которые раньше были предметами споров всевозможных историков от которых идет тот самый святой христофор с собачьей головой и о которых писали много-много раньше в древности различные источники и вот сейчас эта цивилизация осталась как некоторые говорят там как раз на новой земле с другой стороны новая земля является закрытым полигоном и нам рассказывают что там было проведено и проводится чуть ли не сегодня огромное количество ядерных взрывов в чем я лично сам например очень сильно сомневаюсь потому что я уже много раз говорил что ядерного оружия ни у кого никогда не было и нет ну кроме россии потому что у нас есть определенные характеристики потому что у нас есть определенные компоненты из которых действительно можно создать ядерную бомбу я уже говорил что уже к началу великой отечественной войны в городе смоленск находилось несколько десятков изготовленных ядерных бомб именно из этих компонентов ни у одной другой страны этих компонентов нет и они даже не подозревают о том что для успешной разработки этой бомбы нужны эти компоненты они думают что вот как сахаров свое время нарисовал рисуночек помните путин показывает рисунок и говорил что все знают этот рисунок но никто не не может воспроизвести это изделие он так смеялся но вот принципе это правильно он там в принципе он правильно смеялся так вот за этими порталами за этими вратами возможно существуют эти косяглавцы и в наше время по крайней мере есть такие данные на эту тему насколько они достоверные я судить не берусь но знаете всегда исследователи стремились на какие-то чужие берега руководствуясь сначала какими-то фантазиями возможно а потом уже когда достигали этих берегов они уже убеждались что часть информации которой они владели до похода была выдумкой а часть оказывалась правильной и получала подтверждение так что и песиклавцы сегодняшний на новой земле вполне могут существовать а то что новая земля является неким перекрестком каких-то странных путей но не сейчас не в наше время в наше время это уже все ушло в тину а вот как раз те самые первые половины двадцатого века вплоть до начала шестидесятых годов потому что через нее повторюсь летали и самолеты летали и другие средства и ходила эта группа дятлова хотя в принципе и у нас там и подводные лодки тонут и что-то там измеряют в принципе этот район до сих пор он подлежит исследованию я думаю что вся эта дислокация этого самого объекта снаружи она в принципе нормально всем уже современным спецам известно тем кто допущен изучать эту тему но вот как туда войти во внутрь земли и остаться при этом живым или как не погибнуть как это сделала группа дятлова это конечно большой вопрос